Доброе утро! Вы смотрите новости на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова и переходим к выпуску. 285 миллионов рублей направлено из бюджета Алтайского края на покупку учебника в 2021 году. В соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации, всем учащимся школ бесплатно предоставляют учебники за счет бюджетных поступлений. В этом году норматив финансирования на эти цели увеличен на 13%. Это позволит закупить больше комплектов учебной литературы. Алтайский край выполняет свои полномочия, ежегодно выделяя денежные средства на учебные расходы. В том числе за средства краевого бюджета закупают учебники и учебные пособия согласно нормативам финансирования. В общеобразовательных организациях уже сейчас начинают свою работу по формированию закупок учебных изданий через автоматизированную информационную систему. Алтайский край занял шестое место в национальном туристическом рейтинге 2020. Ежегодные исследования провел журнал «Отдых в России». Эксперты оценивали регионы по уровню развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходов туризма, его вклада в экономику субъекта, развитие санаторно-курортного дела, уровня преступности и другим факторам. В итоге Алтайский край оказался на шестом месте. Возглавляет рейтинг Подмосковья, следующую строчку занимает Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. А вот Республика Алтай оказалась на шестьдесят четвертом месте. Плюшки в день Танюшки. В Алтайском государственном техническом университете проходит кулинарный онлайн-конкурс, посвященный Дню российского студенчества. Все подробности в нашем сюжете. Всем привет, меня зовут Ирина Клименко и сегодня я покажу вам рецепт своих панкейков. Я очень давно хотела поучаствовать в этом конкурсе, но раньше могли только принять участие Татьяны. Традиционный межвузовский кулинарный конкурс ко дню российского студенчества «Угощение от Татьяны» в этом году превратился в онлайн-шоу «Плюшки в день Танюшки». И если раньше в конкурсе принимали участие только девушки с именем покровительницы студенчества, то сейчас свои кулинарные навыки могут продемонстрировать все учащиеся преподаватели и сотрудники Алтайского государственного технического университета. Уже 4 года я жила в общежитии номер 4 и каждый год я слышала про этот конкурс в день Татьяны. И всегда удивлялась, почему только Тане могут готовить в этот день, ведь тоже хочется попробовать, показать свои способности. Ну и настал тот день, когда изменили правила. Ну я хочу участвовать в номинации семейная получается, потому что никто не может попробовать это блюдо, кроме моего мужа, потому что жюри нет доступа к этому. Вот и конечно хотелось бы, чтобы мои старания не пропали. Кулинары генерировали оригинальные идеи роликов, снимали приготовление еды, самостоятельно монтировали видео и отправляли их жюри. Кто-то удивлял кулинарными фишками, кто-то фамильными рецептами. В номинации заявлены это семья, высокая кухня, здоровая еда, национальное блюдо и номинация юмор. Как раз таки эти все номинации позволяют студентам в каждой категории, то есть либо они могут это совместить в один общий видеоролик, либо же сделать как-то по отдельности. Как раз таки и дегустации различные могут в видеоролике присутствовать, то есть это может быть и семейное приготовление. Все 15 видеороликов участников можно посмотреть и оценить в социальной сети ВКонтакте и в официальных группах АлтГТУ и правкома студентов ВУЗа. Из них два от иностранных студентов и два от сотрудников университета. Голосование продлится до 29 января. Победителей наградят бытовой техникой и принадлежностями для кухни. Анна Москаленко, Алексей Шаульский, Новости. День снега отметили жители Рубцовска. Во время праздника прошли спортивные соревнования любителей лыжного спорта, а также подвижных игр и эстафет. Свои хоккейные матчи сыграли дворовые клубы. Прокатиться на лыжах пришли около 300 человек разных возрастов. Дистанцию в 4 километра прошли все желающие. Самые маленькие участники 2013 года рождения и младшие пробежали 300 метров. Ребята постарше преодолели дистанцию в 500 метров. Спортсмены города Рубцовска и села Половинкино приняли участие в эстафетах. Победителям вручили не только сладкие призы, но и грамоты. Всего было вручено 36 наград. И на этом выпуск новостей завершен. Еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru Хорошего дня и не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok